Страны G7 будут стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Один для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой для тех, которые торгуются со скидкой. Ввести потолок планируется с 5 февраля, и именно в этот день вступит в силу эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России. Ограничение коснется цен, например, на дизельное топливо, керосин и мазут. Вероятность того, что будет введен двойной потолок цен на нефть, очень высока, поскольку, с одной стороны, недружественные нам страны не собираются отказываться от своей санкционной политики, а с другой стороны, они опасаются, что единый потолок цен может привести к дефициту отдельных видов нефтепродуктов на их собственном рынке. Поэтому они вынуждены каким-то образом диверсифицировать ограничения применительно к различным типам нефтепродуктов. Потолок может быть разный для нефти и нефтепродуктов, поступающих по разным каналам или продаваемым и покупаемым на всякого рода условиях. Например, отличающийся ценовой предел для трубопроводной нефти и той, которая поставляется танкерами. Или для нефти, перерабатываемой на территории России и на территории других стран. В любом случае, смысл в том, чтобы, с одной стороны, ограничить возможности России зарабатывать на экспорте нефти и нефтепродуктов, а с другой стороны, не допустить дефицита соответствующих нефтепродуктов на рынках недружественных нам стран. Россия, безусловно, будет стараться обходить данные ограничения, однако это не так-то просто. Многое зависит от желания дружественных или нейтральных стран приобретать российскую нефть по ценам, превышающим установленный потолок, а также с желанием международных перевозчиков и страховщиков осуществлять доставку и страхование нефти. Это является критически важным для международной нефтяной торговли. Потолки цен на нефть влияют на российский экспорт, где-то этот экспорт будет сокращаться в количественном выражении, где-то мы будем вынуждены идти на дисконты, скидки для потенциальных покупателей, где-то мы будем вынуждены нести более высокие логистические издержки. Так что Россия, безусловно, пострадает от потолков цен на нефть. Радикальное решение этой проблемы, по мнению эксперта, это обеспечение переработки нефти на территории России, чтобы использовать потребление внутри страны. Только в этом случае санкции против российской нефтеторговли не будут иметь никакого смысла. Карина Саяхова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова